всех приветствую порадовала реакция зрителей на ролик под названием сейчас объясню то есть примерно мнение разделились 60 на 40 мою пользу процентов 60 поддерживает процентов 40 не поддерживает то есть я для себя сделал вывода что примерно 60 процентов тех кто посмотрел этот ролик поняли мой посыл что-то никакой не пиар никакой хайп и прочее что это очередной раз мое желание донести до вас что прежде всего надо думать своей головой и что люди даже там которые не первый год спорте и сборную входят там и прочее они обычные люди они им свойственно порой заблуждаться войска порой ошибаться и прочее 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 почему я так делаю делаю вывод очень просто да вот лайки дизлайки это вот то мерило да по которым это можно определить если комментарии при желании можно почистить и останутся одни хвалебные то здесь говорится ничего не сделать я комментарии не чищу повторюсь который раз я баню откровенно в хаму феруны меня на канале не нужно я за конструктивную критику если на то пошло но конструктивно когда конструктива нет нет не нужно нарисовались господа колганов осипенко что хотел осипенко понять не имеет если не удалил он за свой имидж держится кучу вопросов никаких на задавал там кучу напридумывал из наших отношений был их я ему ответил на те вопросы на которые решил собственно говоря ответить что касаемо там про мой канал про количество подписчик которых ездить там на рыбал это его не касается абсолютно это дела мои что касаемо колганова ничего парень не понял по-прежнему утверждает что я клоун это дело его говорится что касаемо моего мнения вот про колган она тоже не изменилась как бы если бы я хотел снимать ролики на тему всех его этих когда он пернул в воду да то этих роликов был бы гораздо больше ну как вы видите ролик про промер выбор места на берегу вышел еще летом а вспомнил я о нем только вот в начале ноября вот сейчас вернемся к этому ролику и вот некоторые поклонники колга она написали что я что-то там вырвалось контекста и сам колганов не об этом ребят как можно фразу что при ловле леща место самое главное после прикормки выдернуть из контекста контекста я не знаю далее что вот касаемо ролика про расположение на берегу я ему написал комментарий когда увидел этот ролик думаю может быть человек одумается да поймет что сделал ошибку он ответил что он сам будет решать там что он будет делать я ему объяснил что я имел ввиду и человек написал что в этом то я как раз прав для того чтобы балабола не выглядел приведу скрин если кому интересно ставим на пазу читаем так вот что касаемо название ролика достал поссал забыл стряхнуть есть такая суточная загадка до три степени опьянения то есть что делает трезвый мужик если он там где-то в общественном туалете в писсуаре где-то возле забора ему приперла по малой нужде первым делом достает точно говоря свой бронг бой вторым делом писит и третьим делом впряхивать любой нормальный мужик чтобы капли не падали да кстати есть загадка тоже кто не слышал кому интересно почему последняя капля все время победу трусы ответ такой уж и прошу за мат потому что хуйни нос и сделать так не может так вот теперь про три степени опьянения первое достал поссал забыл стряхнуть вторая степень достал стряхнул забыл поссать и третье поссал стряхнул забыл достать то есть как видите последовательность верней набор действий одинаков но разная последовательность и абсолютно разный результат ну либо если кто и тут не понял да ну представьте ситуацию приехал мужик трахнуть любовницу либо шаболу трахнул спустил вовнутрь стал с постели надел гандон сел накатил 50 коньячку закурил сигарету и сидит балдеет от той мысли что и баба не залетела и он три перни подхватил теперь я думаю должно быть всем понятно извините немножко грубовато но я не интеллигент ни в коем разе я такси так вот по поводу промера дна через какое-то время вышел другой ролик грей по правое место через какое-то время вышел погану другой ролик и и где он рассказал о важности что надо в незнакомом месте пробить дно так вот то ли после моего комментария то ли нет не знаю брать не буду да даже если после этого он снял этот ролик после моего комментария он в этом никогда не со мной так вот расскажу на своем печальном опыте почему это надо делать так расскажу чужой печальный опыт и ну чтобы совсем начинающий не понимает о чем я и о важности вот этого процесса именно последовательно вот об этом расскажу итак первый случай из моей практики когда я сделал неправильно вот эту последовательность о чем потом пожалел это было без малого четыре с половиной года назад вывезли меня на конаковского хранилища сказали что в том месте где лагерь стоит яма и мол там рыба и вот приехал я как потом оказалось там то где была яма уже было занято я нашел место слева и все вот как учит он учит колганов да в первом ролике выбрал место на берегу чтоб деревья не мешали чтоб трава за дни мешала в том месте где сел я была трава в воде я взял мачете почистил себе сектор после этого собрал свою самодельную платформу это был первый вариант собиралась она долго минут 20-25 на это дело убил сел ловить рыбу и что оказалось что в том месте где я сел ловить глубина меньше метра я вечером просидел часа три промучился там дверь три у клейки поймал во-первых нет опыт тогда уже ловили клик у меня был но повторюсь да когда очень маленькая глубина и кормушку чуть не мгновенно падать туда же с твоими навыками тяжело да как там не вершинки полунцовой там не 15 граммов кормушки чтобы она медленно падла меня не было утром сел промучился часа три после этого мы сели в лодку с эхолотом оказался буквально в 100 метрах от лагеря свал глубину метра на четыре и вот там-то рыбалка стоял но это хорошо мы на несколько дней приехали а если бы я приехал на 1 место чтобы ловить рыбу все это сделал почистил собрал в результате помучился разобрал и уехал не словно на хлебах второй случай был года наверно три назад может быть три с половиной приехал я на яловское водохранилище опять же спустил весь скарб разобрал платформу сел ловить злющие брова спустил несколько рыб оторвал несколько поводков ушел ближе все то же самое рыбалка себе испорт там же на яовском в тот же год нет на следующий тот же год я нашел место ну пусть не без геморрой но рыба клевала все было нормально приезжая на следующий год засада за засадой сменил две дистанции потом повернул платформу влево пробовал вот так вот лайк бесполезно зацеп на зацепе потом оказалось что ну рядом пляж и местные чтобы рыбаки не мешали им купаться просто накидали туда этих покрышек это вот три случаи из моей практики и один случай видел несколько лет назад ролик продвинутый ребята все приехали ловить рыбу дно не пробивают садятся трава куча рыбы спустили кучу поводков оторвали просто трава и все везде я написал на ребята вы-то вроде ребят серьезные да и не пробили дно ответ был такой мы на этом месте ловим уже несколько лет травы не то есть как видите да вот ситуации когда просто не та последний действий привела к тому что рыбалка испортит поэтому повторюсь первым первым делом да согласен вы приходите смотрите на берегу можно ли сесть не что ли не мешает трава и прочее все это согласен сто процентов так она но вот следующим важным этапом повторюсь если вы там на новом месте или не были как утрен даже на знакомыми это надо взять надо удилище кормушку или груз и внимательным образом пробить дно глубина что на дне какие могут быть засады то может быть там злющая ракушка кругом каменюки жуткие там даже трава все все что угодно и прежде всего конечно да вы должны посмотреть если для ловли нормальное место с условием того чтобы вам ловить прежде всего на комфортный для себя дистанта если вот как я например да у меня ни снасти ни навыков нет ловить на полтиннике я приеду сяду окажется место есть но на полтиннике слишком даже если туда доброшу там твоей палкой там 3 9 да но это для меня это будет мучение а не рыбалку и вот только после этого если вы нашли повторюсь на комфортной для себя дистанции нормальные условия для ловли а лучше если таких мест будет хотя бы минимум два тогда да да можно уже вытаскивать карп из машины расставлять платформу или что там у вас есть оборудовать рабочее место и начинает вот мое мнение это уже не первый год она не меняется абсолютно сам делаю и вам объяснил почему я вам предлагаю предлагать именно такой алгоритм действий они как в том ролике когда уважаемые многие многими спортсмен титулованный все учит вас как надо делать на мой взгляд неправильно нет у меня больше желания обращаться к теме колганова потому что но повторюсь да я думал что человек как-то все-таки придет себя а думать нет пальцы веером никто ему не указ но к сожалению печально на мой взгляд может просто сейчас хорохориться агася какие-то не знаю даже если он выводы сделает я грубо говоря за это не поблагодарить да то я буду считать что мои старания и труды прошли не зря ну а нет если уж совсем опять повторюсь не пернет в ужас со всей дурь вот больше никакого желания к тем не возвращаться нет так что те мои подписчики которые не хотят как они считают разбор могут в этом отношении собственно говоря быть спокойны ну вот как-то так надеюсь что в очередной раз кому-то было интересно меня на сегодня все всем пока он он отдыхать д он и он но он он в е